Юрий Дмитриевич, рад вас приветствовать в студии Медиадепо на стенде РЖД, совместный проект издательского дома Гудок и РЖД ТВ. Здесь мы встречаемся уже не первый год, и уже такая прям традиция, дружеская традиция. Мы еще и бок о бок работаем тут на стенде. Вы свои задачи решаете, мы свои. Вот расскажите нам о вашем настроении. Чем этот 27 МЭФ, на ваш взгляд, уже по опыту отличается от предыдущих? Что такого интересного? Ну, наверное, да, вот то, что интерактивности много, да, но вот рассказывайте, делитесь. Ну, во-первых, действительно, стало уже очень хорошей традицией. Третий форум подряд, третий год подряд наш издательский дом РЖД ТВ ведет прямые репортажи отсюда, с центра экономической жизни страны, с площадки Петербургского экономического форума, самые актуальные спикеры, самые значимые для железнодорожной и транспортной отрасли. И не только, кстати, у нас здесь и депутаты, да, и кто только не приходит. Депутаты тоже часть большой работы, которую ведет наша компания. Приходят в студию, делятся своими последними новостями, той информацией и работой непосредственно на площадках форума. А значит, наши железнодорожники могут из первых уст практически в режиме реального времени узнавать самые последние транспортные и экономические новости. Это здорово, я думаю, мы эту схему, эти подходы к информированию наших уважаемых железнодорожников будем продолжать. Что касается 27-го ПМФ, увеличивается количество компаний, компании очень креативно себя представляют, компании, регионы, средства массовой информации. Говоря о стенде российских железных дорог, он, как всегда, не только интересно сделан, не только очень ярко представлен, но и несет очень большой объем информации. О деятельности компании, о направлениях, все, что самое передовое и продвинутое в российских железных дорогах было вынедрено за последний год в области технологий, квантовых коммуникаций. В направления, которое буквально в течение нескольких месяцев новый импульс для развития получило высокоскоростного движения, пассажирских сервисов, грузовых сервисов, работы наших социальных направлений, в том числе РЖД медицины, которые буквально через некоторое время отметят 180-летие появления на сети российских железных дорог. У нас представлен новый поезд, который в конце декабря выйдет на главный путь Октябрьской железной дороги по маршруту Москва-Петербург. Поезд Авроры, легендарный поезд. Возрожденный. Который не просто возрожденный, который совершенно новый, скоростной, будет преодолевать расстояние между двумя столицами на час небольшим, дольше всего лишь Сапсана, вести в каждом двухэтажном поезде 1200 человек. Таким образом, российские железные дороги практически ликвидируют дефицит пассажирских мест на самом популярном в нашей стране маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом. Мы весь стенд, весь контент, который в этом году на форуме посвящаем предстоящему уже 8 июля 50-летию начала строительства Байкала-Амурской магистрали. Уникальный стенд с специально созданным фильмом, который погружает в романтику, героизм первых строителей. Мы рассказываем про тоннели, как известно, ключи к БАМу, это тоннели, которых достаточно много. Это, которые под нами тут здесь. И под вами вот этот отдельный совершенно блок, который иногда, наверное, такую небольшую вибрацию пола в студии вызывает. Абсолютно новое на нашем стенде. Я думаю, обязательно надо показать нашим уважаемым зрителям. Большая насыщенная деловая программа. Больше 35 подписаний различных документов, соглашений, меморандумов, экономических договоров состоялось на стенде как с участием генерального директора, представителя правления компании Олега Валентиновича Белозерова, так и с участием заместителей генерального директора, руководителей наших подразделений. В субботу большой блок, так называемый молодежный ПМФ. Словом, жизнь на форуме бьет ключом, и актуальность форума как никогда высока. А неревностно относитесь к тому, что некоторые стенды, ну, скажем, некоторые другие партнеры немножко перетягивают и на себя тоже железнодорожный транспорт. И у многих видно, значит, на интерактивных панелях идут составы железнодорожные или даже стоят макеты нового подвижного состава для ВСМ. А нас это очень радует. Мы глобальная компания, которая в своей деятельности интегрирована и с органами государственной власти, и с ведущими научными институтами, и с городскими агломерациями, и с мощнейшими машиностроительными холдингами. Какую бы сферу жизни, экономической жизни нашей страны мы с вами не рассмотрели, везде есть составляющая железной дороги. Поэтому это здорово. Мы только рады тому, что с удовольствием коллеги обращаются к железнодорожной тематике на своих стенах. Что коллегам пожелаете по уже окончании, что самое важное вынести для дальнейшего развития, процветания, продвижения смыслов и идей компании? Одна из идей, один из смыслов нашего нынешнего пребывания на форуме – эстафета поколений. Все, что сегодня делают российские железные дороги, основано на колоссальном опыте наших предшественников, ветеранов железнодорожного транспорта. И сегодня компания готова совершить новый рывок. И в увеличении провозных способностей, повышении скоростей, надежности, безопасности. Все это основано на том колоссальном опыте, который имеется в железных дорогах. И вот идея передачи этого опыта, передачи эстафеты победителей, эстафеты поколений, мы сегодня считаем основной на нашем стенде и в идеологии участия в 27-м ПМФ. Ну, недаром 2024 год в компании это объявлен. Годом железнодорожных традиций. Так что все вяжется, все одно из другого вытекает. Абсолютно все увязано, абсолютно все гармонично. И у нас есть никаких сомнений, что компания будет активно идти вперед. Ну что ж, мы поздравляем вас с наступающим юбилеем БАМа, коллег, всех зрителей. И оставайтесь с нами на РЖД ТВ. Спасибо. И еще раз, пользуясь случаем, хотел бы всех ветеранов, железнодорожников поздравить с грядущим очень большим событием, 50-летием начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Спасибо.